Во время самоизоляции многие учреждения культуры перешли в режим онлайн. Московский театр под руководством Геннадия Чихачева не стал исключением. Творческий коллектив не дает своим зрителям скучать, хотя они сами с нетерпением ждут выхода на сцену. Но несмотря на то, что театр пустует, там много интересного. Луизия Геозарян убедилась. Мы сейчас находимся в костюмерном цехе. Дело в том, что в нашем театре более 6 тысяч костюмов. А помещение, в общем-то, не такое большое. И вот мы придумали такое ноу-хау. Такого нет ни в одном театре. Шкафы-купе на рельсах. Это решение позволяет бережно и компактно хранить сценические костюмы. Кстати, все 6 тысяч нарядов – ручная работа. Во время экскурсии выяснилось, что в этих шкафах не только театральная одежда. Так, вы знаете, это наш театральный домовой. Не будем его беспокоить, лучше закроем. Потому что он может потом похулиганить. Хотя он очень добрый, но тем не менее. Пойдемте. А вот «Святая святых» – склад декораций. Для каждого спектакля сотни элементов. Некоторые из них настолько тяжелые, что на сцену их доставляют с помощью грузового лифта. Наши ребята перед каждым спектаклем в течение трех-четырех часов выставляют эту декорацию на сцене. Иногда они… Опять домовой. Спектакль у волки «Семеро козлят», премьера которого должна была состояться в апреле. Декорации к сказочной постановке до сих пор на большой сцене. Здесь все застыло в ожидании артистов и зрителей. Мы очень ждем, когда же нас откроют, когда наши зрители придут к нам, потому что театр – это живое искусство. Но коллектив театра продолжает радовать своих поклонников даже во время самоизоляции. По субботам и воскресеньям на ютуб-канале и в соцсетях транслируются спектакли. Артисты проводят для зрителей тематические мастер-классы. 9 мая музыканты сыграли праздничный онлайн-концерт. Сейчас идет подготовка к Международному дню детей. Обширный такой концерт, онлайн-концерт. Наши артисты сидят дома, записывают это все на домашнее оборудование. Наши операторы все это сводят, монтируют. И в 12 часов дня 1 июня приглашаем к экранам компьютеров. К 1 июня театр Чехачева проводит конкурс детских рисунков. Тема – мой любимый герой. Участники могут изобразить своего папу, дедушку или сказочного персонажа. Главным призом станет планшет, а остальные дети могут обменять свои работы на любой сувенир. Фотографии рисунков принимаются в соцсетях театра с 25 мая. Подписчики путем голосования определят лучшую работу. Итоги подведут 2 июня. Награждение участников состоится сразу после того, как учреждение откроет свои двери. И здесь снова закипит яркая театральная жизнь. Луиза Егязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.